Десять утра в Казахстанской столице. Наша редакция новостей продолжает работать в прямом эфире. Меня зовут Лаура Жакупова. Здравствуйте. В Казахстанской области в прошлом году переработали более 7,5 тысяч тонн рыбы. При этом половину продукции уже отправили на экспорт. Спрос на нее растет не только в странах СНГ и Европы, но и в соседнем Китае. Первую партию рыбных изделий отгрузили в КНР в конце прошлого года. Райхан Тажибаева продолжит тему. Это один из трех заводов, имеющих Еврокод. В сутки здесь перерабатывают до полутора тонн рыбы. В прошлом году продукция предприятия впервые была отправлена в Китай. У нас есть свой сервисный центр, расположенный в ауле Буген. Туда доставляем уловы из промысловых участков Тастубек и Ушок. Есть несколько цехов, где на постоянные и сезонные работы привлекаем местных жителей. Новые технологии и современные оборудования позволяют заводу выпускать продукцию с высокой добавочной стоимостью. Спрос есть на все. К примеру, филейную часть готовят на экспорт. Щечки и грудинку на внутренний рынок. Из оставшейся части рыбы делают фарш, а кости используют для приготовления рыбной муки, которую добавляют в птичий корм. В прошлом году область экспортировала 3400 тонн рыбной продукции. 70% из них – это 2200 тонн отправлено в Россию. Свыше 900 тонн в страны Европы – Данию, Нидерланды, Польшу. Около 60 тонн впервые поставили в Китай. Сегодня в регионе работают 8 рыбзаводов с общегодовой мощностью 11 тысяч тонн. Экспортный потенциал предприятий за последние три года вырос вдвое. Ведется работа по оздоровлению экосистемы при Арале, по становлению генофонда Аральского сача и осетра, а также зарыблению водоемов. Райхан Тажибаев, Альхайдар Турлханов, Казлардинская область, Хабар-24. Благодаря порту Курык увеличивается товарооборот и доля Казахстана на рынке морских перевозок. Развитие нового крупного узла на Каспии – это яркий пример повышения эффективности транспортно-логистической инфраструктуры. Как раз об этом говорил президент, считает ветеран госслужбы Акмуншак Баужанова из Мангистаусской области. Через порты идут нефтепродукты, контейнеры, химические удобрения, товары народного потребления, строительные материалы. Здесь же нашли работу сотни мангистаусов. Многие молодые люди из аулов, обучившись, устроились туда на работу. И уровень у них совершенно другой. Они работают с новыми технологиями, знают, как с ними обращаться. И изучают иностранные языки. Наша сегодняшняя молодежь, работающая в круге, вообще по стране, они уже соответствуют сегодняшним требованиям, то есть времени технологического развития. Не зря президент назвал, что четвертая технологическая революция, вот это уже показывает, как она начинает реализовываться. Послание президента Нурсултана Назарбаева – это реальная программа действий. Так считает директор энергетических программ украинского центра Разумкова Владимир Амельченко. По словам энергетических экспертов, в документе заложены важные задания и реформы на долгосрочное развитие Казахстана. Нововведения, начиная с перезагрузки финансового сектора и до зеленой экономики, дадут нашей стране только положительное развитие. Тут еще очень важно подчеркнуть, что такие послания являются не просто как бы данью моды. «Да, вот сказал президент и забыл». Это реально, так сказать, программа действий, которая притворяется в жизнь. И фактически все органы государственной власти сориентированы подобными посланиями на то, как их выполнить и как реализовать те задачи, которые поставлены президентом Казахстана. Очень порадовало, что первое лицо Казахстана берет курс на экологически чистый транспорт. И его слова о том, что нужно использовать новые виды топлива, в частности газ, потому что он лучше сжигается и меньше выхлопов от него. А в столице и в Алма-Ате вообще он попросил поработать над вопросом, чтобы эти два прекрасных города перешли на электромобили. Поскольку электромобиль вообще не имеет вредных выхлопов, соответственно, будут здоровые легкие детей, значительно снижится количество онкологических и легочных раковых заболеваний, но это замечательно. Реализация десяти ключевых задач направлена на развитие страны, сохранение мира, единства и согласия. Об этом говорят представители этнокультурных объединений «Приоралья», с участием которых в Казаларде прошла встреча актива областной ассамблеи народа Казахстана. В обсуждении приоритетных направлений президентского послания мнение высказали члены еврейского центра «Лэйвани». Его руководитель Людмила Ли уверена, что воплощение всех идей, озвученных в стратегическом документе, позволит улучшить качество жизни людей и обеспечит благополучие стране. Мне, как бывшему педагогу, я все-таки 35 лет проработала в школе, и очень отрадно то, что очень большое внимание Нурстана Бишевича обращает именно на систему образования, на то, чтобы ее улучшать, на то, чтобы каждый ученик получил свою определенную профессию, на то, чтобы действительно наше государство было не просто государством грамотности, а таким государством, в котором именно каждый человек знает новые технологии, хорошо работает с интернетом. Это все, конечно, наше новое поколение. Тут, конечно, понятно, что государство нас никого в беде не оставит. Субтитры создавал DimaTorzok в различных сферах деятельности нашего общества, в том числе сферы, как известно, в прошлом году, коррупционные факты имели место в сфере образования, в сфере здравоохранения, также в других направлениях. В настоящее время мы полагаем, что объединение совместных усилий государства и гражданского общества даст возможность снижению уровня коррупционных проявлений, повысить эффективность оказания государственных услуг населению и в целом улучшить качество деятельности государственного аппарата. В Кукшетау за год умные перекрестки зафиксировали более трех тысяч нарушений правил дорожного движения. Сумма штрафов внушительна. Это порядка 45 миллионов тенге. Сегодня городу с учетом транзитного транспорта и интенсивности движения к имеющимся шести требуется еще 21 система фото-видео фиксации, говорят блюстители порядка. В Акмолинской области намерены и дальше развивать интеллектуальную транспортную систему. Эта работа станет важным фактором в реализации задач, озвученных президентом в послании народу страны. В настоящее время ДВД Акмолинской области планируется расширение системы интеллектуальных перекрестков в более оживленных участках. Анализируются все зафиксированные умными перекрестками административные правонарушения процессинговым центром управления административной полицией. В этой связи на протяжении уже двух лет на территории областного центра на улицах установлено шесть перекрестков интеллектуальных и 130 камер внешнего видеонаблюдения. Жители Гавайев получили ложные предупреждения о приближающейся баллистической ракете. Об этом сообщили местные издания. Губернатор штата Дэвид Айдж уже извинился перед жителями островов. По его словам, причиной ошибки стал человеческий фактор. Сотрудник, нажавший не ту кнопку. СМС о тревоге с указанием спрятаться в укрытиях разослали около восьми утра. Спустя 18 минут власти отправили гавайцам электронные письма с опровержением. А вот СМС с отменой тревоги прислались лишь спустя 38 минут. По данным телеканала CNBC, случившееся действительно вызвало у местных жителей сильную панику. Большинство искало бомбоубежище. Сейчас американское правительство уже пообещало провести всестороннее расследование. Я напомню, из-за северокорейской угрозы в декабре прошлого года власти штата впервые с окончания холодной войны испытали систему оповещения о ядерном ударе. Добавлю, что Гавайи – самый ближайший американский штат к территории КНДР. Сейчас мы проводим расследование того, как такая ошибка могла произойти. Пока известно только то, что при смене работников один из служащих нажал не ту кнопку. Ситуация, безусловно, прискорбная. Мы сделаем все возможное, чтобы такого не повторилось. Необходимо улучшить весь процесс оповещения о тревоге. В Саудовской Аравии женщины впервые смогли посетить футбольный матч. Специальные семейные трибуны для болельщиц появились пока только в трех городах – Риаде, Джидде и Джамаме. О том, что запрет на посещение публичных спортивных мероприятий для болельщиц будет снят, было объявлено в октябре прошлого года. Это лишь одна из реформ, проведенных в последние месяцы в консервативном государстве. Ранее жительницам королевства также разрешили водить автомобили. В Джидде даже прошел специальный автосалон для женщин. Многие жители Саудовской Аравии, в основном молодые люди, уверены, что эти изменения улучшат имидж их страны. В пинг-понг теперь можно сыграть и с роботом. На международной выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе представили машину, которая способна не только обучить азам настольного тенниса, но и стать серьезным соперником в этом виде спорта. Форфеус – так называется аппарат. По словам разработчиков, он может передвигать ракетку 80 раз в секунду, но благодаря искусственному интеллекту способен даже предугадать следующее движение человека. Добавлю, что международная выставка потребительской электроники традиционно проводится в Лас-Вегасе с 1967 года. Робот способен понять, насколько хороший игрок. Идея заключается в том, что если ваш уровень не очень высок, он немного поддается. А когда ваше мастерство подрастет, робот начнет бить быстрее, так что ваши навыки будут развиваться. В Ак-Тубе решили избавляться от карагачей. Вместо них теперь сажают голубые ели, клёны и дубы. Только за минувший год в городе высадили тысячу саженцев, лиственных деревьев и обустроили 33 новых сквера. На 200 гектаров в год будет обновляться и площадь зелёного пояса вокруг будущего мегаполиса. Он защитит город от пыльных бурей и других экологических проблем. Эти маленькие ёлочки посадили год назад, в морозные январские дни. Тогда вдоль дороги, ведущей к новому микрорайону, было высажено больше 200 саженцев хвойных пород. Привезли их из России и практически все они прижились на новом месте. Растут такие зелёные красавицы очень медленно, прибавляют не больше 20 сантиметров в год. Кроме хвойных пород, в городе активно сажают дубы, клёны и тополя. Хорошо приживается можжевельник из северных регионов. В скверах и парках уже растут такие плодовые деревья и кустарники, как яблоня, смородина, боярышник и даже каштаны. Были посажены лиственные деревья, хвойные породы, также кустарники, где более 600 деревьев ели были высажены в районе микрорайон Батес-2 по улице Шайкенова. В Благодарном сельском округе разместился лесопитомник площадью в 40 гектаров. В двух холодных теплицах ухаживают за малышами. Так называют саженцы, которым всего год-два. Потом их пересаживают в открытый грунт. Всего здесь больше 500 наименований растений из стран Прибалтики. В этом году планируется построить лагуну. Воду в эту лагуну мы собираемся подвезти с реки Каргала, которая находится в километре от нашего питомника. В этом большую помощь оказывает нам руководство области. В частности, по дорожной карте бизнеса 2020 нам планируют в этом году до мая месяца подать воду. Есть, конечно, лесхозы, другие питомники, которые могут быть и больше по площади, но по биоразнообразию мы в Западном Казахстане одни из первых. В Ак-Тубе уже произвели омолаживающую обрезку карагачей. А после того, как молодые дубки и березки подрастут, карагачи планируют убирать. Они дают мало кислорода и подвержены болезням. Между тем, посадка деревьев производится не только в городе, но и вокруг него. В целях увеличения площади зеленого пояса вокруг будущей агломерации создано 430 гектаров лесопосадок. Посадок посажено около полумиллиона саженцев и сеянцев. Лайла Уэсова, Блот Молдогалиев, Айбек Даутов, Ак-Тубе, Хабар, 24. И на этом у нас пока все. До встречи в 12.00. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»